Полтысячи километров от Оренбурга и около 30 до Казахстана. Город Ясный. Здесь находится база подготовки космических аппаратов и один из крупнейших в мире комбинатов по производству асбеста. И города, и комбината могло не быть. Их построили, чтобы засекретить дивизию ракетных войск стратегического назначения. Летом 61-го сюда приехали строители. Появился палаточный лагерь и бараки. Затем прибыли студенческие стройотряды. Одным из них был Олег Травкин. Сейчас он мэр города Ясный. Города, который до сих пор нанесен не на все географические карты. Ничья судьба зависит от международного сообщества. Дивизии сегодня 45 лет. Нам 50. Вот то есть как бы через 5 лет после того, как здесь люди начали строить какие-то временные жилье типа бараков, через 5 лет появились военные строители, которые построили военные города. То, что город немного старше ракетной дивизии, не случайность. Советская власть заранее подготовила алиби для новой железной дороги и тяжелой техники, зашумевшей среди степи. Сейчас дивизия рассекречена, а межконтинентальные ракеты РС-20 по американской классификации «Сатана» устарели. Их утилизируют, но не на свалке, а в космосе. Военные заменяют боеголовку на коммерческий спутник, а «Сатана» выводит его на орбиту. Просроченные ракеты используют и для учебно-боевых пусков. Цель – полигон на Камчатке. Ракета туда доходит за 27 минут, попадает с точностью до 2 метров. Сегодня уже все открыто. Здесь были, в общем-то, с военного ведомства и Америки, и других стран. От этого им легче не стало. Ну, это не секрет. Один полк нашей дивизии держит всю Америку. Алиби рассекреченной устаревшей дивизии живет и работает до сих пор. Территория градообразующего предприятия больше самого города. Площадь разработок – 2,5 миллиона квадратных метров. Здесь добывается четверть всего объема мирового рынка хризотилового азбеста. Мы делаем здесь азбест-сырец и отправляем их во все страны. Страны Юго-Восточной Азии, в страны СЭФ, по России. И для производства азбеста цементных изделий, шифера, труб и прочее, прочее. Уральский минерал – хризотиловый азбест – не горит и пушится, как лен. В России широкое промышленное применение азбеста началось около ста лет назад. Сегодня он входит в состав трех тысяч изделий и материалов, в том числе строительных. В прошлом веке российским минералом заинтересовались европейцы. Разработку ясненского карьера финансировали Румыния, Польша, Болгария и Германия. Но интерес продолжался недолго. Евросоюз довольно скоро запретил азбест, и страны-инвесторы начали равнять с землей все здания, построенные с использованием влакнистого минерала. Причина – массовые онкологические заболевания, спровоцированные контактом с азбестом. Простым глазом это невидимые частицы, и проникая в органы дыхания, в частности в легкие, они там оседают, сохраняется длительное время. Механизм действия влакни достаточно сложный, то есть он включает и механическое повреждение, непосредственно альвеол, и выделение активных соединений кислорода под действием ткани легкого на поверхности. То есть там составляющие из нескольких веществ, нескольких моментов. И в принципе это канцерогенное действие развивается, но это происходит не через день, не через два, на это уходят годы, десятилетия. Специалисты уверены, кризатиловый азбест попал в черный список Международного агентства по исследованию рака по недоразумению. Сильнейшие канцерогенные свойства проявляет минерал тезка. Тоже азбест, но амфиболовый. Его волокна острые и устойчивые к кислой среде. Они застревают в тканях, подобно занозе, и годами не выводятся из организма. Волокна хризатилового азбеста тоже небезопасны. Они также могут вызвать онкологическое перерождение плевры, брюшнины и оболочек сердца. Но хризатиловые волокна отплевываются и удаляются из организма естественным путем в течение нескольких суток, а потому не успевают сильно навредить. Здания из азбеста, содержащих материалов, разрушили либо по ошибке, либо из коммерческих интересов. Вместо снесенных построек пришлось строить новое. В шифере, трубах и перекрытиях волокна азбеста замурованы в цементную матрицу, поэтому при правильной эксплуатации человек не контактирует с канцерогеном. Если вы, я говорю, то есть не бьете, не пилите, не повреждаете целостность этих изделий, они не являются источниками выделения азбеста и тем самым не являются источниками возможности развития этих заболеваний азбеста обусловленных. Медики не сомневаются. Всплеск онкологических заболеваний – это отголоски ранней азбестодобывающей промышленности. Ведь до 60-х годов прошлого века работники комбинатов не пользовались ни защитной одеждой, ни респираторами. Они вдыхали так много пыли, что даже если бы эти частицы были полезными, то легкие все равно забились бы и заболели. У лица, работающих с азбестом, был обнаружен азбестоз. Это такое заболевание, которое возникает достаточно быстро после контакта с азбестом. И когда в 60-х годах были предприняты большие усилия гигиенистов и технологов по уменьшению запыленности производственной среды на азбестовых предприятиях, конечно, после этого стали замечать уменьшение числа заболеваний азбестозом. Но люди стали доживать до своего рака. И вот после этого, через определенный период, у работающих с азбестом стали обнаруживать заболевания злокачественными опухолями. Надежда Долгих следит за здоровьем рабочих и едиенной труда с того момента, когда в Яснинский цех пришел первый вагон с рудой. Обязательно носят они маски, респираторы. Респиратор в течение смены заменяется не один раз. Поэтому на шумных производствах у них беруши обязательно есть. Мы это тоже контролируем. Система безопасности и требования к условиям труда тоже изменились. Пыль на комбинате уже не оседает. Ее отсасывают вакуумными рукавами. Сейчас мы зайдем в вакуум-камеру. Поэтому будет как в самолете сейчас заложат уши. Вакуум-камера нужна для обеспыливания процесса производства и обогащения. В вакуум-камере создается разрежение. Благодаря этому запыленные частицы, которые в цеху для обеспыления подаются в эти рукава, они пропускают воздух, но не пропускают частицы. Разрежение создается за счет данных вентиляторов. Рукава наполняется воздухом, в который подается запыленный воздух, после чего происходит стрягивание и его удаление на подходы. Получается, что всплеск заболеваний, напугавший международное сообщество, это отголоски прошлой эры. Периода, когда никто не следил за охраной здоровья и труда. Работники отрасли, ученые и врачи России Азбеста не боятся. Его боятся иностранцы. Да так, что Ясенскому комбинату даже пришлось сменить название. Например, с Оренбург Азбестом японские поставщики оборудования работать наотрез отказались. А вот к Оренбургским минералам вопросов не возникло. Продали все, что требовалось. Спорить об опасности хризатилового Азбеста специалисты будут еще долго. Возможно, что волокна вымываются из труб и выдуваются с поверхности шифера. Но если говорить о защите здоровья на производстве, то Азбест не единственное зло. Значит, и ликвидировать нужно не только Азбестодобывающую промышленность. Ну, например, производство хромовых соединений ПДК в 100 раз более жесткая, то есть предельно допустимая концентрация. Абсолютно чистый цех, то есть при работе уже в течение через 2 недели у работающих может развиться прободение носовой перегородки. А если он будет ходить на рабочее место не пообедав, ну, не покушав, у него через полгода может развиться рак желудка. Аналогичная ситуация, но там другие сроки, это в производстве алюминия, первичного алюминия. То есть там точно так же могут развиться в течение нескольких лет злокачественное образование органов дыхания. В списке Международного агентства по исследованию рака в одной группе с Азбестом числятся оральные контрацептивы и производство обуви. Но из-за таблеток и сандалей мир не разделился на два лагеря. Никто не спорит о том, нужно ли ходить в сапогах или в соломенных лаптях. Те страны, которые сейчас запретили Азбест, когда-нибудь к этому вопросу, к вопросу возможности его использования какой-то полной, частичной, еще вернутся. Нельзя так говорить, что Азбест можно заменить. Азбест можно, может быть, заменить в каком-то отдельном случае. Но заменить Азбест в целом, по-моему, нельзя и не будет ззя. Извините за это слово. Город Ясный появился незаметно. Если он проиграет коммерческо-экологическую войну, то также незаметно исчезнет, не оставив даже точки на географических картах.